Скажи нам где мы? В маршрутке. Всем привет, мы в маршрутке. Впрочем, моя любовь тупит, она радуется, что ее полнит то пальто, она чувствует себя худостроенной и красивой, и от этого счастье переполняет, и она не может сказать, что всем привет. Я сказала всем привет, вы на канале нашего сегодняшнего дня. Короче, мы в маршрутке, смотрите тут вообще все подарки, короче снимаем. Смотри караоке-машина, два настольных спикера с микрофонами. Мы должны купить себе в тараоке и отомстить соседям, потому что они орут, но правда последнее время не слышно. Наверное, сорвали голос. Так, ну ладно, что по кроссовкам, как обычно. И короче одни кроссовки, одни кроссовки, одни колонки и микрофоны. Теперь понятно, почему все орут. Я хочу какие-нибудь, может, себе грузить. Подарочки, так пойдем начнем. Вот мне нравится этот Кельвин Кляй на шнурках, смотри. Наша дочь растет и работает в этом направлении, она любит разные другие хорошие модные вещи, почему наша дочь должна любить все то, что 25 баксов стоит. Пускай покупает за 7, это ее полнит. Вот смотри, зайка, что тебя полнить не будет, давай. Прикинь, в бороде, представь, я тебе покажу. Какая ты модная, у меня с них вот кобыча. Ты вешалку выверну. О, смотри, ну хорошо, хорошо, и под сапоги подходит. Под эти сапоги, мне тогда сапоги другие устроены. Красные, да? Ну пошли сапоги новые, смотри, найдем сапоги, купим платья. Что? Вот я тебе так скажу, будет платья, будут и сапоги, и сухи. Ну, это только в том случае, если не будет полно. Красиво. Так пошли, а вдруг какие-нибудь будут интересные модели? Мне они нравятся, но они на деревянные подошли, и что они, 39 стоят? За 39 они мне не нравятся. А вот эти вот интересные. Смотри, за 44 нет. Зая, почему у меня чек в руках? Тяните его, пожалуйста. А то он мне мешает. Смотри, какие интересные. Ты говоришь, почему дочь ей это не носит? Ты не смотришь в камеру. В смысле, закрываешь. Блин, они тяжелые. А вот эти вот интересные. Женские. 35, что ли? Интересная модель. Угу, угу, угу. Вот эти вот рябок, вообще они такие классные. Мне они так нравятся. Старая классическая модель из каких-то 90-х, 80-х. И вот эта вот кожа, смотрите, как она прогибается. Она такая мягкая-мягкая. Ну, я уже такие не хочу. Или еще не хочу. Ну, короче, их надо под джинсы носить, а я джинсы не ношу. Правильно, Бейла Майк. О, я смотрю, у Любовь Майк нашла себе эти самые. Вот эти у нее баланс, они офигенные. Они замшевые. Они такие мягкие. Класс. Вообще супер модель, супер. Зай, посмотри, какие кроссовки красивые. Они такие мягкие. О, блин, найки, найки, найки. Видите, какие классные найки. Цена. Ну, вот куда их носить, посмотри. Вот они мне нравятся. Куда их буду носить, скажи. Вот Антоша бы такие подошли, зайка. Вот его идеальная, идеальная подошла. У нас Антоша выезжает в путешествие первый раз без родителей. Мы волнуемся. А вот черные мне не нравятся. Вот смотри, давай две модели. Селенькие гораздо лучше. Вот ты волнуешься за то, что Антоша один поедет? Я волнуюсь за то, что мне некуда носить эти кроссовки. 39,99. Это нам может кажется. Давай посмотрим. Извини. Я понял, ты хочешь, что ты золотой. Это черные. А сколько? На черных стоит. Ну-ка, я просто уточню. 39,99. Ты думаешь? Она не всегда. А там 49 на черных стоит. Так что? Не понятно с ценой? Я знаю, надо раскрыть коровку. Ну, вот смотри. Ну, а вот 49, а вот 39. А я хочу их купить за 29. Не, ну, вряд ли они так тебе уступят. А если гвоздем поцарапаться? Уступят? А если сам гвоздем поцарапал, это же не считается, что брать, правда? Давай в кроссовки посмотрим. Ну, вот смотри. Ну, вот он один. Не будет у него цены? Не будет у него цены? Нет, Зай, не полней. Вот смотри, на них цена 39,99. Наверное, эти только. Ну, просто видишь, они стоят в 49. Ну, ладно. Короче, мы что-то загнали с этими кроссовками и все равно брать не хотим. Но померить можно? Давай, покажи свои босоночки. Да я еще не решила, но еще посмотрю. Ну, они заиграли уже с золотыми красками. Я просто смотрю. Я просто увидел ценник на них и вижу, что он мне нравится. Вот очень интересная модель, но она в таком размере. Нормальный пакетик дать? Да, я нормальный вытяжу. Короче, босоночки меня тоже полмели. Не, на самом деле, оба что резко. Да они вообще не смотрятся на ноги. Ой, лисичка такая, как Сашу. Что? Лисичка такая, как Сашу. Все, больше ничего интересного нет. Ну что, идем смотреть подарки, да? Да, полезно. Еще мы что-то там на кроссовке глянем с той стороны. Давай покажем вот эту интересную модель. Короче, смотрите сколько косметики блин. Просто блин, насунуто. Насовото. Мне вот эти вот нравятся, интересные модели очень. Они такие тяжелые. Они очень тяжелые. Их блин, чтобы тягать надо какой-то моторчик иметь в себе, да? Они такие тяжелые. Нашему Саше, чтобы он быстрее устал. Так он и так нормально, знаешь. Чуть что сразу берет, пошли домой. Ну что, идем в подарки. Нет, а ты знаешь, иногда его как пистолет, но хочется найти на них на крыле. Надо просто не забывать брать с собой колу. Шампунь ты не будешь брать с собой? Зай, я бы вообще в растениях по поводу шампуня. Короче, дав тебе надо купить и все. Потому что от последнего, который мы купили, у меня от него очень сильно... Хвост ломит. Да. Ну давай. Иди глянь, а я пойду. Покажи сколько возрастной косметики здесь. Я так радуюсь, потому что мне пока не надо. Ну вот. Ну вот. Покажи. Ну вот. Это возрастная косметика, да? Ну она там в семье, в среднем. Вот анти какой-то, длинный. Зайка, это антивозраст. Нам нужно немножко другое. Антивозраст длинный? А не надо? Ну не надо. Антивозраст. Конечно. Насколько сейчас. а не надо. А не надо. А не надо. Дордуна Рамзи. Модный шейкер. Блин, класс! Какой он тяжелый, офигеть можно. Какая же красота там внутри. Телевизор на случай, если на Новый год отключили свет. Блин, он еще и на батарейках. И крышечка потянет, зараза. Получается, там будет музыка и какое-то движение, что ли? А что там двигаться может? Может елочка загорится? Странно. Интересные вещи. Ручки крутятся. Молодцы. Продолжение следует. Продолжение следует. Какой шейкер со стразами. Прикольная вещь. Такая модная вафельница. Тонцент. 20 долларов. Мультиватка. Сколько стоит наша мультиватка? 30 долларов. Это типа такой маленький грильчик с настольной. Рука занята, не буду переворачиваться, не смотрите. Гребуются из-за инспекции набрать не все марсы тут. Лавит что-то там. Да я не знаю, мы столько уже набрали. Зая, откуда я знаю вот это животное? Где мы такое, видите ли? У нас дома такое есть, но наверное в этом не. Вот это вот. Ну вот он еще, смотри. Это какой-то маленький, Зая. Это какой-то маркер. Нет, вот, Саня, я говорю про машинку. А что это за... Вау! Какой-то не конструктор, вот так светится будет. Этот 6,99 стоит. А тут небольшой щит. Вот он. Ой, я смотрю, он еще с машинами, с каким-то есть. Пожарная. Выносит вывозить мусор. А там это полицейские? Кто это? Не знаю, дом на колесах какой-то. Да, полицейский, тюрьма. 20 долларов. А вон, смотри, космический корабль. Попробуй там тоже нажми его. Еще звуки, они взлетают. Он долго взлетает. Взлетающий 15 долларов. 15. А, наверное, миссия Марса тоже 15 долларов. Нет, вряд ли. Это все в нем... Нет, это, наверное... Подожди, это, наверное, написаны номера. Да, вот ракетный номер такой-то. 18 тысяч, наверное. Короче, можно собрать миссию... А, вот зайка, миссия Марс. Вот макета. 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 Макета тоже берем с собой. Вот это животное то, что возьмем. Как мешок прошлый раз. Но оно мне нравится, но оно не работает. Можно собрать все полностью эту миссию. Это Марс Шаттл. Это Марс Ход. Проводник. Ну, на ход, короче. То лететь, это опускаться, это ездить. Ну, тогда уже Марс Ход, наверное, а не, блин, на ход, если что. Ладно, пошли посмотрим нашу миссию, которую мы коллекционировать начали. Есть оник? Вон стоит фортнайк. Ой, он у нас такой есть. Вот что-то этот, с шариком. Шариком. Шариком накачивает. Такой у нас есть, да? Есть. А других нет, да? Здесь есть фортнайк, но другая серия. Мы синим. Который мы решили не коллекционировать. А вон еще один фортнайк зайка висит. Мне кажется, у нас такого нет. С конем у нас есть. Но у нас может быть не с таким конем. Сейчас посмотрим. Нет, кони у них один. У нас конь на 5 фигурок. Слушай, мне кажется, это не конь. Это лама. У нас есть. Это у меня лошадь, а у меня долбить не может. Это хорошо. Нет, Зайка, мы ее не купим, потому что когда ты ее раздавишь, ты поймешь, что ты жирная. Вот все, я на тебя бить и тебя с тобой не раздаваю. Вот вам идеальная формула не покупки вещей для жены. Идеальная формула не разговаривать. Вот какой-то набор юного химика. Посмотри, какая еще красота какая-то. Мы были на выставке, Зайка, быстро скажи где. Ты же не выкладывал, конечно. Как эта выставка называлась? Называлась как-то. Автошоп. Я не знаю, как она называлась, но там было очень много машин. Наша Катарина, проходя мимо, я подозреваю, что это скорее всего что-то внутри. Короче, вышел 13-й айфон, мы сейчас его будем брать. Да, я расскажу, как Катарина восхитилась мотором машины. Ну, прям для меня это было, конечно, Катарина. Зай, классная фигня какая-то. Еще расскажи, что ты сказала. Классная фигня какая-то. Я не знаю, что это, но выглядит хорошо. Это довольно ли? Мотор это, наверное, в машине. Engine kit, видишь? Я так понимаю, можно собрать двигатель внутреннего сгорания. Зай, давай те кристаллы возьмем. Давай поставим на место эту фигню. Хочу кристаллы, мне кажется, это интересно. Это забава. Зай, смотри, еще какой-то был станок. Как интересно. Что, это лампа? Наверное, да? Смотри, тут всяких крафтить музейные вещи. Акул собирать, динозавров. Зай, смотри. Мне кажется, надо прекращать ходить в магазин, понимаешь? Потому что у нас подарки под елку не влезут. А что вот это за СМИ? Здесь тоже написано СМИ. СМИ-су-сям какой-то. Чить джели фиша, этих медузов. Вот быстро нашел то, что... Вон оно стоит желтым. Самое первое. Иди быстрее, пока не забрали. Да, вот еще чего-то химическое. Но... Но... ... 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